всем привет есть свежее интересное выступление сары вагон на демонстрации берлине которые я предлагаю сейчас посмотреть основные темы выступления германия сша политика войны и мира кстати не забудьте в комментариях написать ваше мнение касательно этого выступления и заявлений сары вагон так что подписывайтесь на канал кнопка подписаться внизу под этим видео и давайте к делу дорогие подруги и друзья я очень рада что мы все здесь сегодня что вы все здесь сегодня что вы пришли сюда что вы сегодня вместе с нами выступаете за мир это уже третий раз когда мы проводим большой большой митинг в берлине и мы становимся громче мы становимся сильнее и мы понимаем что все больше и больше людей в нашей стране больше не занимаются этим когда им говорят что оружие спасает мир и они также прекратите говорить им что перевооружение безопасно это для нашей безопасности и поэтому здорово что вы сегодня здесь очень-очень большое спасибо и я также хочу сказать что мне очень приятно что сегодня у нас есть такая широта такое политическое разнообразие здесь среди выступающих я действительно хочу поблагодарить питера гаувайлера в том числе за то что он произнес здесь такую аваринственную речь я должна сказать это здорово и это показывает что даже на консервативной стороне политического спектра есть люди многие люди которые совершенно ясно видят какому безумию нас приводит эта военная политика но я также хочу сказать что я также очень уважаю ральфа штегнера за то что он пришел сюда сегодня и для него это был непростой концерт я не разделяю многого из того что говорит ральф штегнер и он также сказал обо мне кое-что чего я не особенно понимаю нашел смысл и все же я должен сказать и я также твердо убежден и сожалею что стпк шольца и пистолиуса безусловно не является частью стпк шольца и пистолиуса это движение за мир но я рада я рада любому голосу в стпк который высказывается в пользу другого пути потому что так важно чтобы были эти голоса потому что они нужны нам чтобы мы могли найти другой путь и следовательно эта линия пистолиуса фон шольца и других которые слепо делают то что им говорят в фонктоне которые на самом деле больше не думают об этом что отвечает интересам нашей страны я действительно думаю что это очень очень важно и нам нужен каждый голос который здесь выступает за другой мы сегодня здесь втроем октябрь в тот день когда произошло воссоединение германии и это уже прозвучало но я хочу сказать это еще раз очень четко в такой день я также хочу чтобы мы еще раз благодарность и вспомнили михаила горбачева который в конце концов сделал возможным этого соединения которая в то время также сделала возможным переворот во всей восточной европе потому что тогда советский союз вывел свои войска своих солдат не сделав ни единого выстрела не сделав ни единого выстрела что их можно было заставить сделать это которая протянула руку к миру и я до сих пор помню то время когда холодная война закончилась ракеты исчезли ты почувствовала что наконец-то наступил мир наконец-то больше не боишься войны и где мы находимся сегодня 30 лет спустя снова в мире который горит где на ближнем востоке надвигается большая война где в украине уже два с половиной года бушует ужасная война которая угрожает расширением которая может перерасти в большую европейскую войну мы снова сталкиваемся с тем что американские ракеты средней дальности должны быть размещены в германии и нам говорят что все это нормально и нет необходимости протестовать боже мой это же безумие нет мы не должны продолжать в том же духе потому что то что там происходит чертовски опасно и я должна сказать я также нахожу ужасным то как сейчас обсуждается в нашей стране как людей унижают и порочат когда они рекламируют переговоры и дипломатию как тебя представляют как голос кремля как пресс-секретаря путина какой позор для тех кто это обсуждает нет нам нужен мир нам нужна дипломатия нам нужны переговоры и это здорово что вы все не дали запугиванию потому что все таки пытались опорочить этот митинг миссис бербок например миссис бербок уже увлеклась этим заявлением так что от этой женщины всегда исходят такие потрясающие захватывающие дух вещи вот она сейчас снова сказала что результаты выборов в псв на востоке это угроза безопасности для германии если люди будут голосовать таким образом и я хочу сказать в адрес миссис бербок она что-то не так поняла представляющая угроза безопасности для германии это такие люди как вы миссис бербок это люди которые ставят на карту военную карту это люди которые все больше и больше втягивают нас в войны они представляют угрозу безопасности нашей страны и мы здесь сегодня чтобы остановить их потому что мы этого не хотим мы не хотим чтобы нас втягивали в войны и я должна сказать что то что нам говорят отчасти оскорбляет наш интеллект о которой говорят перевооружение это безопасность перевооружение обеспечивает нашу безопасность я посмотрела на цифры на территории стран нато проживает 10 процентов населения мира но страны нато в настоящее время контролируют уже 60 процентов мировых военных расходов 60 процентов более половины кстати в 12 раз больше чем россия которая сейчас тоже вооружается которая да воюет и которая сейчас является одной из крупнейших держав в мире военная экономика имеет и тем не менее у нас все еще в нато в 12 раз больше военных расходов и вот они хотят показать нам что нам нужно еще больше модернизироваться чтобы обеспечить нашу безопасность что они думают о том какие мы глупые мы же не собираемся продавать себя за дураков нам нужны деньги на школы больницы и наши жизни они на смерти оружия и я должна сказать что меня тоже немного раздражает когда к нам всегда приходят с очень большой моралью о великих ценностных войнах которые там якобы ведутся и о том что с путиным нельзя разговаривать по моральным соображениям потому что он преступник и я говорю да для меня любой политик на самом деле преступник который начинает войну я говорю это очень очень ясно войны это преступление и поэтому всегда нужно идти другим путем но пожалуйста без двойных стандартов если политик который начинает войну является преступником как насчет всех американских политиков которые несут ответственность за многие многие войны последних лет в которых пострадали миллионы людей где было так много жертв разве это не преступники и из-за этого мы больше не должны с тобой разговаривать что это за безумная мораль в конце концов это не мораль это двойные стандарты и я также считаю что именно те кто здесь всегда так нравственно относятся к нам с их лицемерным сочувствием которые сейчас особенно проявились в их высказываниях о войне об ужасающей войне на ближнем востоке где внезапно появилось сочувствие к многим многим жертвам где это сочувствие ты ничего об этом не слышишь и я тоже говорю это очень четко да исламистский терроризм это опасность массовое убийство хамаса это было отвратительно и когда люди ликуют когда иран запускают ракету в израиль это бесчеловечно я тоже очень четко говорю это в этот момент и все же я также хочу сказать кто молчит об ужасных военных преступлениях в секторе газа кто 40 тысяч мертвые молчат в том числе 20 тысячах дети я не хочу чтобы мне говорили что они моральны нет это лицемерие даже это ужасная война она наконец должна быть прекращена и мы также не должны молчать о бесконечных провокациях правительства нетаньяху которые не повышают безопасность израиля а наоборот ставят под угрозу многих людей в израиле потому что могут привести к огромной варварской войне там и это относится и к ближнему востоку наконец должно быть найдено переговорное решение учитывающие интересы всех сторон наконец должен быть проложен путь к решению о создании двух государств иначе война не закончится иначе убийство не закончится и не должно быть так чтобы нам говорили что вы останавливаете террористов террором где когда-либо в мире это удавалось террористов не останавливает террор и война но они становятся сильнее когда льется кровь потому что это то что разжигает ненависть это то что нужно террористам и поэтому это совершенно неправильный путь и последний пункт я хочу еще раз очень очень четко сказать последний пункт есть прекрасная цитата евы марии ремарк я всегда думала что все люди против войны пока не обнаружила что есть те кто за нее особенно те кому не нужно идти и это именно то что мы переживаем во время войн в этом мире и мы переживаем это здесь в германии где все эти хафрайтеры штрак преследуют нас семерманский зеветерс все рассказывают нам как воевать как доставлять оружие и что войну нужно нести в россию и что мы должны нести ее в россию и что мы должны нести ее в германию это ставит под угрозу нашу страну и здесь я должна четко сказать чего бы я хотела я действительно всегда против наземных войск и операций за границей которая была но здесь в берлинской республике был батальон солдат-солдат которые всегда хотят вести нас на войну такой батальон который когда-нибудь пойдет на войну который будет задействован который возможно когда-нибудь испытает что значит война и сколько страданий и сколько боли и сколько страданий и что такое война как много значит войны жертвами Такой батальон солдат-героев воинской доблести. Там могут проявить себя все плотники-сушаки, придворные наездники и так далее. Я бы полностью поддержала это. И возможно, когда вы вернетесь, вы поймете, что такое война. И возможно, в какой-то момент вы поддержите наш тезис о необходимости прекращения войн и необходимости дипломатии и переговоров. И это действительно то, к чему я хотела бы прийти сегодня. Нам нужно стать еще больше, чем мы есть. Мы должны стать сильными, у нас должен быть очень громкий голос. И мы должны предотвратить эти чертовы ракеты, которые действительно приводят нашу страну к цели российских ядерных ракет. Давайте разберемся с этим вместе. Нет ракетным планам США, нет войнам и переговорам. Очень-очень большое спасибо. Итак, эмоциональное получилось выступление. Много интересных моментов и заявлений. Особенно о политиках, которые хотят отправлять народ, но при этом сами, естественно, на фронт не идут. Ну а касательно унижения людей в Германии, которые выступают за мир, то тут стоит отметить, что, по крайней мере, в Германии еще дают такую возможность говорить о мире. Хотя, как долго будет существовать такая возможность, это вопрос интересный. Потому как во многих странах такой возможности нет. Так что давайте теперь обсудим все эти моменты, заявления и предложения Сары Вагонтных в комментариях под видео. Думаю, что вам есть что сказать. С чем вы согласны или не согласны и почему. На этом все. Подписывайтесь на канал. Кнопка подписаться внизу под этим видео. Спасибо всем за просмотр и за внимание. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.